Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили, и сегодня у нас с вами мукбанг, пельмешечки. Я честно не рассчитала, мама спросила, сколько штук тебе сварить, и я такая ей сказала, давай 40-45, а потом оказалось, что это очень мало на самом деле, надо было сразу брать 60-70, но ничего. У нас еще мама готовит очень классную такую, знаете, запеканку, так скажем, так что ее тоже буду кушать. Здесь у нас йогурт самый обычный, давайте зажгем свечку, а где? Минуточку. Ай, маме, сейчас, 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 сделаем романтическую атмосферу. Сегодня рано встала, знаете, столько всего успела. Я попросила брата, он у меня всегда рано встает, я говорю, разбуди меня, пожалуйста. А он у нас хитрый, жулик еще тот. И, короче, он каждые 10 минут мне звонил и перепроверял, легла ли я опять спать или нет. И одно дело, знаете, просто позвоните, разбудите, все, давай, пока. Он немножко базарил со мной, чтобы я не легла обратно. Видите, как брательник тебя хорошо знает. Как раз-таки моя проблема заключалась всегда в том, что я как бы вроде бы встаю, но потом я опять ложусь спать, как ни в чем не бывало, делаю вид, что я не замечаю будильник. Я, знаете, с такими мыслями. Минуточку еще полежу и встаю. И просто эта минуточка превращается в час, потом в два. И тут я просыпаюсь в 12, пол первого и понимаю, что, блин, весь день уже прошел, я ни хрена не успела. А сегодня, например, в время 11 я уже смонтировала мукбанг с роллами, выложила его, накрасилась. Уже снимаю второе видео. Собрала постель, кое-что прибралась у себя в комнате, помыла палой на балконе. То есть реально, когда рано встаешь, очень много всего успеваешь. Вчера я захожу на сайт, чтобы посмотреть очередной выпуск Дома-2. И тут выходит надпись, что если вы хотите смотреть Дома-2, то платите, либо за каждый выпуск в отдельности, либо месячную оплату. Честно, я была шокирована. Они просто решили найти легкий способ, зачем находить рекламодателей, размещать рекламу и все дела. Легче, конечно, всего просто сдирать деньги у зрителей. Это же морокко, находить рекламодателей, заключать договоры. Здесь более легкие способы. Типа, либо смотрим по телевизору. Либо плоте. Ну, вы знаете, я не выбираю ни то, ни другое. Я решила просто не смотреть Дома-2. То есть, это не та передача, из-за которой я прям, знаете, не смогу жить без нее, да. У меня больше будет свободного времени посмотреть каких-то блогеров. Возможно, я сейчас так считаю. Возможно, когда-нибудь я сама тоже это сделаю. Опять же, я не зарекаюсь. Но на данный момент я не понимаю даже блогеров, которые запускают платный контент. То есть, для подписчиков, которые заплатят, они будут делать отдельные какие-то ролики. Платная подписка. Мне кажется, вот зритель мой посмотрел мою рекламу. И спасибо тебе, зритель, на этом. Достаточно. Не знаю, честно. Может, у вас другое мнение на этот счет? Пожалуйста, напишите в комментариях, как вы думаете, блогеры и вообще передачи, кто создает вот этот вот, например, контент. Они должны просить деньги за подписку. Или они все-таки должны заморачиваться и находить рекламодателей. Как вкусно! Я обожаю кинзу. Вот петрушку не люблю. Один раз я перепутала. Купила три пучка петрушки вместо кинза. Мне с детства все говорили, петрушка, она помогает. Со зрением, витамины и все дела. Ну, не хочется. Что я могу поделать? Я смотрю одного блогера. Наверное, вам даже не будет интересно. И у нее, к сожалению, умерла мама от коронавируса. С одной стороны, шутки шутками. А когда видишь вот такие вот исходы, прям из дома выходить не хочется. А с другой стороны, думаешь, блин, а сколько сидеть-то дома? Вдруг это будет очень долго продолжаться. Мы вчера договорились с подругой. Очень давно не виделись. Как раз-таки из-за коронавируса мы с ней познакомились на работе. И мы обе ушли с этой работы, на которой мы познакомились. И очень хорошо общаемся. Это у нас клубничное нежное пюре. Нежный, недорогой йогурт, но при этом очень вкусный. Прям пахнет клубничкой. Кто-то скажет, Айка, это не сочетается. Но, блин, это очень вкусно. Когда доставала в холодильник, смотрю, там помытая, огромная малина. Прям вот в холодильнике просит. Айка, возьми меня и съешь. А я-то знаю, если я съем мне каранты, мама из этой малины собирается готовить запеканку. Или не запеканка, может, пирог. То, что с творогом, похоже на пирог. Как это называется. Не запеканка, разве? Надо челлендж какой-то. 30 йогуртов. 40 йогуртов. Продолжаем, ребята. Давайте поотвечаю немножко на вопросики. Ой. Некоторые пельмешки едят с кетчупом. Честно, до меня не доходит. Мне кажется, с майонезом много вкуснее. Если выбирать между сметаной, например, и майонезом, я больше люблю майонез. Если бы у тебя был бы шанс изменить что-то в твоей жизни, вернуться, например, в прошлое, что бы ты в таком случае изменила бы? Я задумывалась об этом, если честно. И я всегда думаю о том, что как так получалось, что мы с моим любимым встретились так поздно. Ну, не в том плане, что так поздно мы на пенсии. Но мы могли, например, встретиться, когда учили в школе. Потому что у нас были общие знакомые, так скажем, на дне рождения которых мы познакомились. Кому интересно, где мы познакомились. Мы познакомились на дне рождения. И я иногда задумывалась, что реально мы могли встретиться гораздо раньше. Потому что его друг был мой одноклассник. И, следовательно, если бы я пошла, например, на его день рождения лет пять назад, то мы бы познакомились пять лет назад. Также в соцсетях частенько у меня выходил, что, возможно, и друзья. я пролистывала. Просто просто я иногда, знаете, задумываюсь об этом. Блин, как жалко, что мы не познакомились тогда. Потому что были ситуации, например, например, на последнем звонке он пришел к нам, но в этот момент я тогда ушла раньше. То есть мы разминулись немного. Да и много моментов всяких. Я просто в те годы была немножко другим человеком. И, возможно, если бы мы тогда познакомились, у нас, может быть, ничего и не получилось. в том плане, что тогда я была более эмоциональная, наверное. Был какой-то юношеский максимализм. Из всего я делала проблему, скандалила. Сейчас я более такая сдержанная, наверное. Я этому, кстати, очень рада. Не могу сказать, что прям люди меняются, но взрослеешь, на некоторые вещи смотришь по-другому, да? Не детским взглядом. Очень много раз я просто проходила мимо его дома. Я просто не знала, что он там живет. И мы начнем с ним встречаться. И это будет мой парень. Я бы сказала ему, слушай, выходи оттуда. Я здесь. Давай познакомимся. Прикиньте, я бы подошла к нему и сказала, слушай, я из будущего. Мы с тобой все равно познакомимся. Мы с тобой все равно будем вместе. Зачем нам терять года? Давай прям сейчас. Не хочешь? Как не хочешь. Прикиньте, я бы так подошла бы. Он мне послал, стоп-удово сказал, чокундая. То есть куча моментов, где прям я шла около его дома. Прям вот рядом с его окном. Миллион раз шла оттуда. Это как это? Два пенсионера познакомились в доме престарелых, и они такие друг к другу. Почему я тебя не встретил раньше? Почему я не встретил тебя в молодости? Еще что бы я изменила? Возможно, я бы не стала поступать в экономический, я бы поступила на информационные технологии. Потому что эта сфера развивается. Вот эта бумажная бюрократия, она когда-нибудь в скором времени сойдет на нет. Очень будет востребована профессия IT. Поэтому я думаю, что, наверное, лучше было бы поступить именно на информационные технологии. Но что сделано, то сделано. И мне парень всегда говорит, как хорошо, что ты не учительница. Он всегда говорит, что я бы не хотел, чтобы ты работала с детьми, тем более с подростками, которые могут тебе что-то плохое сказать, как-то нагрубить, нахамить. Я, с одной стороны, понимаю, что он прав. И я считаю, что огромная заслуга учителей, которые умеют себя поставить. Как-то так, в общем. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то обязательно ставим лайки. Подписываемся на мой канал. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Black Emily. Пока.